Да, вчера, я помню, мы с учениками обсуждали, здесь прямо видно, что одну сторону, соответственно, можно так сказать, в какой-то мере продавцов и покупателей здесь отступило, здесь захватило ликвидность вот этой вот шпилькой. Здесь формируется такой глобальный, глобальный, если честно, разворот. И мне кажется, что мы стали потихонечку выходить из той флетовой ситуации, которая у нас образовалась, в которой мы находились достаточно долго. Если вы обратите внимание и посмотрим, соответственно, происходящие процессы на дневках, рынок очень долгое время находился вот, собственно говоря, в этом таком большом-большом-большом накоплении. Примечательная штука этого накопления в том, что рынок каждый раз поднимался выше и выше и выше и выше свои минимумы. И что, конечно же, указывает на то, что в рынках у нас очень сильные доминирующие покупатели. Следующий момент. Пытаемся здесь найти продавца, что, окей, если у нас здесь есть такие вот серьезные покупатели, то что у нас, собственно говоря, с продавцами? Ну вот, вроде как у нас тут появились раз продавцы. Видим, что у них ничего не получилось. Рынок толком никуда, собственно говоря, не делся. Наоборот, развернулся и дошел до хаев. Вот два у нас появляются продавцы. Здесь примерно такая же ситуация происходит, но в более небольшом масштабе. И вот три у нас появляются продавцы. И видим, как рынок у нас развернулся от ближайших лоев. То есть происходит такой глобальный-глобальный разворот. Исходя из этого, конечно же, мы предполагаем, что, собственно говоря, рынок у нас потихонечку начнет разворачиваться. Он будет разворачиваться как раз-таки от тех объемов и от того захвата ликвидности, который сейчас произошел. Единственное, знаете, что мне непонятно, почему здесь у меня не... Ну, тут используются у меня тиковые объемы. Но я более чем уверен, что если мы сейчас откроем фьючерс евро, а по фьючерсу евро здесь будут большие объемы. Смотрим 6E, включим здесь объемы. А нет, здесь реально объемов толком не было. Здесь реально не было никаких объемов. И вот это меня пугает, потому что здесь объемы по-хорошему должны быть. То есть если мы предполагаем здесь мощных покупателей, они должны быть. Так, что здесь тогда сказать? Это все... Не отсутствие здесь объемов и не появление их, это полностью все меняет. Потому что если бы здесь были большие объемы, мы бы сказали, что, ребята, это V-образный разворот. Продаем, собственно говоря, почки, вкладываем все в риск и заходим, соответственно, в данную позицию. А здесь подобного нет. Это все указывает, что здесь нет активного такого продавца агрессивного. То есть продавцы вроде бы как есть, они не пустили рынок ниже, но у нас нет агрессивных продавцов, которые выкупили бы все предложение и, соответственно, на этом предложении развернули бы рынок. Поэтому, что мы ожидаем? На следующей неделе торгуемся в рамках этого большого флета, флетового канала. Вот у нас есть верхняя граница, в районе 1.18.931. Тут здесь диапазон, здесь невозможно установить какой-то конкретный уровень. Здесь целый диапазон, то есть нижний диапазон можно поставить на 1.18.891, верхний на 1.18.982. То есть вот такой верхний диапазон. Торгуемся пока в рамках этого флета, возможно, в нем мы, собственно говоря, зависнем. А дальше уже нужно будет смотреть, потому что большая вероятность, что рынок развернется и будет уходить наверх. Вот такой прогноз по евро. И все это связано именно с тем, что у нас еще нет агрессивного покупателя. То есть покупатель вроде как появился, но агрессию он еще не проявляет. По фунту оправдался наш анализ, как, в общем-то, и по евро. То есть давайте я вам покажу. И по фунту, и по евро у нас оправдался анализ. Вот у нас фунт. Вот. По фунту у нас покупка. И видим, как от точки входа, ну, условно, от нашего прогноза, вот здесь, рынок довольно неплохо отрос. Причем мы сумели, так сказать, поймать такое самое начало движения, самый корень, собственно говоря, этого импульса. Самое-самое начало. И исходя из этого, мы уже предполагаем, что рынок у нас и дальше будет потихонечку расти. Давайте мы посмотрим сейчас чуть... Так, я тут замолчал, потому что тут ситуация такая неоднозначная. Смотрите, у нас еще есть запас хода для ланга. Это диапазон 1.30756. Если помните, мы как раз-таки и закладывали движения, соответственно, от низа, примерно до серединки, до вот этих лоев, до вот этих лоев. Ну, мы закладывали до 1.30756. В принципе, рынок у нас и стал разворачиваться полностью по нашему сценарию, как мы того и предполагали. И поэтому на следующей неделе постараемся, чтобы рынок у нас пошел чуть-чуть дальше. Но сейчас у нас конкретно происходит коррекция, падают объемы. Здесь, смотрите, такой момент. Вот если у нас рынок начнет топтаться внутри, соответственно, этого канала, вот пока можно торговать, соответственно, внутри вот этого канала и покупать от низа. Покупаем просто, просто тупо покупаем как бы до верха, но вот здесь с большой неохотой закрываем позиции. С большой неохотой. Потому что все перспективы в случае пробоя верхней границы дальнейшего движения по сценарию к диапазону 1.30756. Говорить о шортах и продолжении вот этого шортового движения пока еще рано, на мой взгляд. Оно возможно, но только если мы пробьем 1.28713. То есть область вот этого лоя и вот этих вот больших объемов, если ее не удержат, то это будет говорить о том, что вот здесь вот появляющийся покупатель, который тут находился, и который, собственно говоря, удерживает данный инструмент, что его здесь уже не осталось, и что в рынках у нас большая перспектива дальнейшего движения вниз, дальнейшего падения. к диапазону 1.24.796. Я понимаю, что я сейчас вам даю такие противоречивые сигналы, но смотрите, у нас здесь все-таки лонг по нашему прошлому сценарию, который мы установили еще до того как. И пока мы придерживаемся, собственно говоря, этого лонга. А что будет дальше, вот выше этого диапазона, диапазона этого лонга, который мы, собственно говоря, загадали, пока еще не решаю сказать. Так, по канадцу та же самая ситуация, прекрасно отработал наш анализ. Канадец у нас, соответственно, была покупка такая локальная. Я пишу вот, локальная покупка. Прекрасно отработали локальную покупку, дошли до верхних, соответственно, величин. Продолжаем торговаться в рамках этого флета, коллеги. То есть торгуемся в рамках вот этого большого размашистого флета. Здесь сказать чего-то пока еще нечего. Пока торгуемся в рамках этого флета, в случае пробоя одной из границ, встанем, соответственно, в сторону пробоя. Более перспективнее здесь, конечно, пробой в лонге. Более перспективно. Но пока еще такого не произошло. То есть торгуемся, здесь продаем, тут покупаем. В случае пробоя встаем. Ну, то есть вот такая модель. В случае пробоя ждем отката, встаем в пробой. Классика жанра. Ничего выдумывать не нужно. Смотрите, по австралийству та же самая ситуация, что и по канадцу. То есть мы зависли в этом флете. Торгуем пока вот где-то здесь ищем нижний диапазон. Этот диапазон, ну, я не буду назвать. Я думаю, вы прекрасно видите. И пытаемся отсюда поймать у нас, соответственно, покупку. Сверху выходим, но тоже неохотно выходим. Так, знаете, под вопросом. Вот если рынок вынудит нас выйти, тогда будем выходить из позиции. До этого момента остаемся в позиции с тем расчетом, что рынок пробьет верхнюю границу. Все-таки здесь более перспективно дальнейшее движение вверх по тренду, соответственно, вот этого, собственно говоря, движения, которое здесь есть на дневках. Давайте по австралийцу я запишу ланги. А что касается иены. Вот иена пошла вниз. Здесь, собственно говоря, мы планировали торговать вот в этом, соответственно, флэтовом канале. Произошел пробой этого флэтового канала. Откатили к этому флэтовому каналу. Надеюсь, вы смогли залететь, соответственно, в это движение. И на вот этом, соответственно, падении смогли его взять. Я к чему это говорю? К тому, что вот эти вот прогнозы, про которые я говорю, да, и обычно рисую. Вот такие сценарии. Вот он произошел вот здесь. Вот у нас есть флэт. Пробили нижнюю границу этого флэта. Сделали к ней откат. И я очень надеюсь, что вы залетели в этот откат. И смогли, соответственно, здесь довольно неплохо продать. Пока еще мы сейчас еще продаем. Потому что нет у нас толком ослабления какого-то движения. Но оно будет происходить в самое ближайшее время. Возможно, где-то, я думаю, к вторнику, к среде, рынок уже установится, дойдет до определенной точки. Он, в принципе, уже дошел. Вот точка 104.280. Я не помню, в связи с чем мы ее ставили. Но в связи с чем-то мы ее ставили. Дошли, собственно говоря, до льев. Сейчас эти лои должны сделать перелой. То есть мы должны чуть-чуть свалиться вниз. И вот здесь уже нужно будет ловить. А к чему я все это, собственно говоря, говорю? Если вы по иене залетели в продажи, по моему прогнозу, прекрасно. Удерживайте еще, соответственно, продажи. Прикройте чуть-чуть позицию. Вот тут прикройте чуть-чуть позицию. И дальше оставайтесь в этой позиции. В случае, если рынок начнет замедляться, уходить во флэт, тогда уже скидывайте полностью. Но если вы не делали никаких сделок, сейчас не делайте ничего. Просто ожидайте. Потому что сейчас, с одной стороны, вам продавать уже поздно. Произошло движение довольно неплохое. Сейчас начнется коррекция. Покупать еще рано. Потому что мы еще находимся в самом разгаре этого падения. Что бы вы сейчас не делали, если вы не в позициях, вы останетесь в дураках. Неважно, покупаете вы или продаете. В общем, на следующей неделе остаемся вне рынка, если вы не находитесь в нем. И просто следим за инструментом. Биткоин пошел по нашему сценарию, господа. Пошел по нашему сценарию то, как мы и предвидели. Я тогда говорил, что если мы волатильны. Смотрите, я говорил вам, что если мы волатильны, Пробиваем 10500. Давайте я вам открою. Давайте я вам, соответственно, открою. По данному инструменту покажу. Смотрите. Вот биток внизу. У нас стоит прогноз на покупку. Но в случае, если волатильна, пробиваем 10500. А так у нас, соответственно, флэт. Вот что у нас и произошло. Вот волатильный пробой 10500. Вот он. Вот что я имел в виду, когда... И вообще, что я имею в виду, когда я всегда говорю про, собственно говоря, волатильный пробой. То есть, что рынок у нас резко начинает вырастать. Прямо расширяет свою волатильность. Вот это вот идеальный сценарий. Он и произошел. Он и произошел. Мы стали взлетать очень даже неплохо. То есть, пошли полностью по сценариям. У нас запас хода есть еще до 11251. Я думаю, что мы до туда вполне дойдем. Я думаю, что мы до туда вполне дойдем. До 11251. Вот этот момент. Вот он. Это нижняя граница. Здесь, господа, знак вопроса. Потому что все-таки мы будем тестировать вот этот большой-большой 4-часовой флэт. И в случае, если рынок у нас здесь замедлится, начнет как-то уходить в пилу, в коррекцию, туда-сюда. Соответственно, дальше будем падать. И причем падать очень неплохо. Потому что вот эти объемы, они будут расторговываться. Но в случае, если у нас здесь не появится мощного продавца на 11251, заходим внутрь флэта. И тут дальше, скорее всего, будем торговаться в рамках этого флэта с последующим пробоем вверх. Потому что вот эта вся ситуация уже будет формировать, ну, уже будет трактоваться как ложный пробой. А ложный пробой в условиях вот этих объемов, он, мама дорогая, как расторгуется. Поэтому мы сейчас находимся под знаком вопроса. Под знаком вопроса. Если вы не по моим рекомендациям заходили, соответственно, в рынок, опять-таки, как и по ей, ничего не делайте. Подождите реакции на 11251. Пробиваем, закрепляемся выше. Покупайте. Гарантированно будем топтаться в этом флэте. И, скорее всего, еще вырастим, сделаем перехай. Если сможем удержать, начнем валиться вниз, тогда продадите с последующим движением вниз, сделаем перелой. Это такая вот, собственно говоря, ситуация по битку. Видите, они внизу здесь скопились. Здесь покупатель был на уровне десятки. На десятке был покупатель мощный. Вот он. Вот он, прям мощный покупатель. Весь объем внизу, собственно говоря. Он выкупил все вот это предложение. Рынок разворачивается сейчас. Причем, смотрите, как агрессивно. Вот здесь на 10500. Это то, о чем я говорил в прошлой трансляции. Понимаю, что вряд ли вы помните. Это связано с тем, что у нас на 10500 выходят, соответственно, такие локальные покупатели, с одной стороны. С другой стороны, у нас заходят локальные продавцы. Вот тоже идет такое столкновение. Смотрите, рынок сразу не смог их пробить. Развернулся через кувалду, через шпильки, через огромный объем. Бас их, собственно говоря, по мордасам. И улетел наверх. И вот сейчас мы находимся в той же самой ситуации, как и на 10500. А тренд дневки посмотреть. Хорошо. Давайте я открою тренд дневки. Ну, здесь та же самая. Здесь ничего не меняется. То есть, тренд дневки не меняет все расположения. Вы предполагаете, что сейчас мы начнем здесь, соответственно, откатывать и уйдем вниз. Я вас понимаю. И будем торговаться вот в рамках такого большого-большого коридора. Я вас понимаю. То есть, ну, как один из вариантов, можно предположить и такой. Но пока, тем не менее, мы находимся под таким знаком вопроса. Сломана структура. Какой рост? А я бы не сказал, что сломана структура. Я бы не сказал. Я бы не сказал. Даже если мы пойдем от теории доу, например, в которой находятся три волны, например. Вот у нас раз волна, два волна. Нас еще третья волна ожидает. Вот в чем дело. Золото. Продолжаем дальше торговать вот в этом тухлом флете. Границы здесь 19.69 вверх. Серединка 19.39, которая тоже является таким вот низом на данный момент. И внизу 19.13. Но имейте в виду, сейчас у нас идет накопление позиций. Причем накопление позиций у нас идет со стороны крупных участников. Их несколько сейчас здесь. Это не один крупный участник. Сейчас вот идет какие-то институционалы, сейчас набирают позиции. Куда она расторгуется, бог его знает. Но я думаю, что будет потихоньку вырастать вся эта история. Понимаете, если у нас эфир сейчас ожидает биток, как бы странно для вас это не звучало. Поэтому если биток у нас пойдет по нашему сценарию, тогда эфир на это очень сильно отреагирует и тоже будет вырастать. Здесь сейчас эфир смотреть отдельно от всего достаточно сложно. Поэтому я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что у нас по эфиру вот такая ситуация. Ожидаем сейчас все-таки, как у нас будет действовать биток. В случае, если биток у нас будет потихоньку выстреливать и вырастать, тогда мы, соответственно, будем ожидать дальнейшее движение по эфиру вверх. Но в случае, если биток у нас откатит, тогда у нас начнется разворот, соответственно, и по эфиру. Причем эфир, опять-таки, мы вчера сидели с моими учениками, и мне Андрей Вирс, он торгует криптом, говорит, эфир резче реагирует, чем биток. И я с ним полностью согласен. Поэтому если у нас начнется падение по битку, тогда у нас эфир шлепнется, мама дорогая. Поэтому я к чему говорю? К тому, что следим сейчас за битком, в первую очередь. Как будет реакция на биток? Если биток начнет вырастать и пробьет, собственно говоря, нижнюю границу, да? Это то, о чем я говорил вам буквально секунду назад. Давайте для тех, кто прослушал, я еще раз покажу. Вот у нас есть нижняя граница. Если мы ее пробьем, зайдем вверх, тогда эфир тоже на это реагирует и тоже улетает. Здесь каких-то конкретных целей нет, но цель у нас, соответственно, вот этот хай и его последующий перехай. То есть новый максимум будет устанавливаться. Но это только в случае, если у нас будет вырастать биток. То же самое, но наоборот будет происходить, если биток начнет падать. В данном случае мы будем ожидать уже новый перелой.